Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Только я решил отдохнуть, только я думаю, что нужно маленечко заняться делами, действительно. Занимаюсь работой и тут просто обухом по голове. Думаю, господи, что разрывается у меня почта? Что случилось? Открываю почту. Сотни и сотни сообщений. Соседов высказался о Димаше. Боже мой, думаю, что такое? Сергей Соседов достаточно авторитетный критик, вы знаете, музыкальный. Он высказывается, попадает всегда его высказывания в СМИ. Его цитируют. Он, я напомню, был в жюри телепрограммы «Х-фактор» довольно такой авторитетный на Украине. И десятков разных телепроектов, телепрограмм. Он единственный, кто может, по-моему, открыто, значит, говорить и нелицеприятно высказываться об Алине Борисовне Пугачевой, что ей пора уходить, наносит какие-то балахоны. Ну, больше я не знаю человека, которому позволено троллить Пугачеву. И самое главное, с Соседовым ничего не случается, а более того, Пугачево довольно уважительно о нем отзывается. При всем при том, что считает, что он говорит только правду. В данном случае, значит, праведному гневу Соседова подверглась песня Димаша «Любовь уставших лебедей». Что я хочу сказать. Самое главное, видео выложено на канале Brilliant Singers. Brilliant Singers. Это именно тот канал, который я вам показывал буквально вчера или позавчера, который устроил грязную пиар-компанию. Это канал, который хэштегом проставлен на Дудинского, прославляет Дудинского, устраивает разные... Начался этот канал с фейка, когда показали лицо Димаша, поет Димаш, а голос Дудинского, величайший фейк, чтобы раскрутить. Все же будут задаться вопросом, а чей голос, а чей голос, лицо Димаша, а чей голос. Собрали почти 2 миллиона просмотров. И так на фейках и едут дальше. Придумали какую-то ахинею, связанную с плагиатом, с платьем там на новогодний огонек. Я даже об этом не говорю, потому что, понимаете, придумали, что девушка и платье одна, значит, плагиат. Никто не думает, что в своем клипе Дудинский идет по берегу Португалии, там океан, по берегу океана. А, значит, здесь сказка «Тысяча и одна ночь». Видео-то, главный плагиат-то, видеоряд. Если я еще раз говорю, актриса снялась в одном платье, например, или пальто в двух разных фильмах. Значит, один там про лягушек Амазонии, а другой про Марс. Это не значит, что фильм плагиатный, понимаете, в чем дело. Это просто вот, ну, даже обсуждать не хочется, это бред. И вот на этом канале, на этом канале, где пытались очернить меня с гражданином-кадетом, назвав нас пиарщиком. Я вам прочитал эту статью, значит, пиарщиками Дудинского. То есть пытались там очернить сяльку. Я назвал это месть российского шоу-бизнеса за правду о Дудинском, о Крэйзи Максе, обо всем. Сегодня некоторые издания вышли с заголовком, что Димаш якобы что-то уходит от крутого, южнокорейский продюсер. Ну, это такие, желтизной попахивает все это дело. Поэтому я не комментировал. Я посмотрел, это вырезано. Я целиком не могу найти, где, чтобы он высказался. Явно вырезано. Но то, что он говорит здесь, я в корне не согласен с Сергеем. Почему? Потому что он говорит, что это в лучшем случае то, что он сейчас поет про Димаша, это посредственный такой очень репертуар. Посредственный очень репертуар. И песня, вот эта «Любовь у Старших Лебедей», отличие от песни Мартынова и Дементьева, «Моя любимая», вот это вот, и здесь там «Любовь». Что вроде она такая посредственная, и он там под каток его попал. И крутой, что крутой, в общем-то, и Гуцериев, что других поэтов у нас нет, что и Киркорова он далее, следом сразу, значит, «Лунный гость» сравнивает клип. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, то, что я говорил, вот я говорил, когда начнется черный пиал в отношении к Димаше, я вот включу камеру и буду просто молчать. Когда вы мне говорили, не надо, помолчи, не надо, не говори, про Дудинского тоже зачем, это все ерунда, значит, ничего не стоит, помолчи. Ну, я решил, думаю, правда, зачем будем об этом говорить? Замолчал. День прошел, день всего прошел. Получайте еще одну оплевуху. То есть весь вопрос в том, что если, понимаете, ведь я расскажу о соседове немного. Соседов музыкальный критик, да, но, значит, он живет с мамой в двухкомнатной квартире. Квартира двухкомнатная. Он был недавно гостем программы на НТВ «Секрет на миллион», где сам все рассказал и показал. Квартирка такая убогая достаточно. Он накопил деньги на квартиру, там что-то порядка, он сам говорил, около 10 миллионов или 7 миллионов. Вложил деньги эти в банк «Югра». Банк «Югра», значит, его лишили лицензии, центральный банк. Есть видео, где соседов возглавляет круглый стол в Госдуме, где они там что-то разговаривают насчет этого банка. И все деньги его, они сгорели. Страховую какую-то выплату он получил там минимальную, сколько, 600-700 тысяч и все. То есть он хотел купить квартиру, хотел, но все. И он, в общем-то, остался просто не у дел. Он остался без денег, практически без работы, потому что в его возрасте уже его мало куда стали звать. Просто мало куда стали приглашать, и вот где-то лет 5-7 назад, может быть, еще где-то он мелькал. Сейчас все, он уже как-то, его не слышно и не видно. И, безусловно, человек, ну, если предложат деньги, ну, разве кто-то откажется, я думаю, в этом смысле. Он с мамой, он сам говорил, что мне бы хотелось, наверное, как-то больше состояться к своим годам, больше как-то. Ну, то есть человеку не хватает популярности, финансового благополучия. И тут он всплывает на канале, значит, который проставлен хэштегом у Дудинского, который весь Дудинском всплывает. Который пытался у нас, у меня под видео в комментариях всячески, так сказать, очернять там Димаша и пытаться восхвалить этой портянкой вот таких. Многие подписчики писали, что даже им на почту по просьбе высылали вот эту портянку заслуг, так сказать, этого Дудинского. И уже, я думаю, действительно, я не буду о нем говорить, хотя у меня есть много чего сказать. Но, думаю, ладно, не буду говорить, а то, действительно, зачем мы о нем говорим. Думаю, он сейчас, когда придумает какую-нибудь новую, сейчас премию вот перенесли в Париж, они из Самары. Видно же, история хуиз-домена. Сейчас, думаю, когда придумают новую премию, он выиграет какую-нибудь, тогда я скажу. Но я не ожидал, что они пойдут вот так, через соседа. Поэтому соседа очень легко было уговорить, так сказать, сделать вот такую вещь. То есть, сказать такие слова о Димаше. Совершенно просто, понимаете как? При его ситуации такой вот финансовой, так скажем, да. Я считаю, что это просто проплаченный заказ. Это мое мнение субъективное. Песня «Любовь уставших лебедей». Вот клип, я могу сказать, что да, сам клип мне не понравился. Сама песня мне очень нравится. Очень нравится. Я, бывает, порой сам не замечаю, вот там, особенно, когда почему-то я в лесу. Вот идешь в лесу, я не знаю, у меня почему-то так. Идешь в лесу, и вот небо, значит, деревья, и я сам невольно начинаю петь. Не могут жить в разлуке лебедей. Ну, у меня, видите, голос. У меня, наверное, полоктавы. Вот, поэтому я про себя начинаю петь. Не могут жить в разлуке лебедей. У меня мама, например, я вам хочу сказать. Узнала о Димаше, услышав эту песню. У меня вот отца не стало. Внезапно. Внезапно вот у отца остановилось сердце. Для всей семьи это был страшнейший удар. Царство ему небесное. Страшнейший удар. И я вам могу сказать, что вот у меня мама, она мне звонит однажды и говорит, как я узнал о Димаше. Вот самый первый раз. И говорит, послушай, говорит, пение Димаше. Я говорю, я ни разу не слышал, какой Димаш. И она говорит, послушай, я вот сейчас слышала. Он пел. Уже где-то показывали, где-то показали. Может быть, или на Ютьюбе. Не знаю, где она видела. И она говорит, вот любовь уставших лебедей. Она говорит, ты знаешь, я смотрела, и я плакала от начала и до конца. Я плакала всю песню. То есть она сидела, у нее папа был кабинет дома. Вот она сидела в кабинете у папы. А там компьютер такой стоит, и папин портрет, все, но его кабинет. И вот она, заходя туда, садится, как бы, и может с ним поговорить, еще что-то. Как бы в его таком мире, его мирок такой сохранили мы. И она говорит, я зашла, села, включила, и я проплакала всю песню. Всю песню, вспоминая все то, что мы с отцом пережили. Как вот, как ты родился, как мы воспитывали, как вот, как жили. Какие-то наши мгновения между нами, минуты счастья, несчастья, испытаний, все, что-то. Она говорит, у меня пронеслась вся жизнь перед глазами. Она говорит, я просто в шоке. Вот такой, такой, настолько меня вот это задело за душу. Настолько проникновенно. И я после этого послушал, я скажу честно, я сначала не очень понял, потому что у нас на эстраде это не очень такого много, вообще нет вот такого формата, как Димаш. И репертуара такого замечательного. У нас поющие трусы и поющие лифчики прыгают. И поэтому я посмотрел, я сначала даже как-то вот, мне, я не понял сначала. Я переслушал несколько раз, чтобы привыкнуть. Понимаете? То есть, Димаш своим репертуаром нас и этой песни конкретно, он дотронулся до сердец стольких миллионов людей. И он привил культуру, в частности мне, я вот говорю за себя, культуру снова, снова я говорю. Почему? Потому что длительное время насаждается и молодежь, да и всем, поющие трусы со всех музыкальных каналов, радио, везде. И, ну, за исключением, вот мне нравились там Серов, как исполняет песню, еще кто-то, вот те люди, которые выходят, я просто скажу, петь в костюме. Они у меня сразу вызывают огромное уважение, да? И вот в Казахстане Адильхан Макин есть великолепный, я его видел вот недавно, у него вселенная жила, в костюме, понимаете? Это уважение к зрителю, это выйти на выступление, как на праздник. Не одеться так, что у тебя видно, извините, практически половые органы там и грудь, а одеться соответствующе. Это вот, ну как можно сказать, старая закалка, что ли, да? Ну, это не старая закалка, это те ценности, которые вечны. Уважение к зрителю, подача, соответственно, да? Да, я не видел Димаша, Димаш поет, конечно, в концертных костюмах, я имею в виду, в каких-то там толстовках, еще в чем-то. Но в основном какие-то выступления, которые транслируют по ТВ, я видел его везде в костюме. В костюмах, очень красивый костюм, который подходит ему. Поэтому я абсолютно не согласен, а то, что вот эта нарезка, там, возможно, и другое что-то есть в этом видео, я не знаю, я так и не нашел целиком. Ну, вот это очернение российского шоу-бизнеса. Самое интересное, что здесь очерняют... В предыдущем видео, где говорится о плагиате, есть целая очерняющая портянка, целая статья, где пытаются очернить меня. После того, как я раскрыл, значит, связь Дудинского с этим каналом, где он у себя проставит Brilliant S, хэштег, ну, понимаете, Brilliant Singers, он проставит Brilliant S. Посмотрите, это у него в Инстаграме есть пост, где он пишет, что он там выиграл этот адаживат. И я подозреваю, что так как перерегистрировали в Париже, готовятся новые провокации. Но я уже замолчал. Все пишут, ну, кто-то вот, единицы, мы что-то скажем. Все записывают видео и говорят, это ерунда полная, об этом даже говорить не стоит, не нужно. Помолчим давайте еще. Про короли фанеры мне сказали молчать, когда Димаша занесли. Ну, хорошо там. Я вот говорил об этом полгода назад, в августе прошлого года. Я сказал, что начнется, начнется. Только вот он станет популярным, начнут. Это и цены на билеты, и все. То есть вопрос в том, что он востребован, понимаете, у людей, потому что люди хотят слышать хорошее пение. В это словосочетание хорошее пение я включаю и голос, и репертуар, и то, как человек выглядит все вместе. Люди устали ходить на какие-то эти поющие трусы и вот эти вот какие-то сборные солянки. У нас шоу-бизнес российский представляет из себя, значит, певцов, которые поют. Вот сколько я живу, столько я их вижу на новогодних огоньках, у которых уже просто вот от ботокса лица вот каменные, да, уже пора уйти на пенсию. И новое поколение, на которых стараются продюсеры только сделать одно, заработать деньги. Ну, так они хоть бы еще петь умели. Ну, так они только берут тем, что они показывают, знаете, как будто вот включил какой-то фильм для взрослых. Вот, и вот это вот, танцовщицы, вот это вот, это противно смотреть. И появляется Димаш, как глоток свежего воздуха для людей. Но, безусловно, его будут не просто зажимать. Я же снимал видео, это процитировали все СМИ Казахстана у меня, что Димаша боится российский шоу-бизнес тогда. Он действительно его боится. Я вам хочу сказать, что Дудинский, это, это конец цепочки, с моей точки зрения. А вот где ее начало, я попытался найти. И мне написали, все подписчики это видели. Это можно и сейчас посмотреть. У меня есть видео про месть российского шоу-бизнеса, по-моему, да. Или перерегистрацию вот этой вот, адажу фейковой премии в Париж. И ведь они сейчас там пишут, что и нотариально заверенные какие-то они предоставили. В Википедии написано документы, что там что сделали. Такую чушь, я не снимаю, я молчу. Сказали же молчать, зачем об этом говорить? Соседово подключили. А его знают, его знают звезды, его знают. Это фактически человек, да, который критикуя даже представителей российского шоу-бизнеса, он, в общем-то, и есть российский шоу-бизнес. Его часть, понимаете? И я считаю, что подключив Соседова здесь, критикуя... Ну, вы понимаете, Димаш же вошел в Россию с этой песней. Любовь уставших лебедей. И критикуя в данном случае эту песню, он бьет по Димашу вот самое такое место, которое вот больше всего... Он зашел с этой песни в Россию. Она самая, так сказать, полюбившаяся и с которой многие познакомились с Димашем, с этой песней. Она... Многие только ее и знают, я вам скажу более того. Потому что песня «Знай», «Пэшн», «Олимпика», они были уже потом. И многие знают по «Любовь уставших лебедей». Многие послушали и знают ее. Кто-то дальше слушает, кто-то нет. Но ее все знают, да? И он бьет по ней, по самой, так скажем, вот этой точке. Для чего он это делает? Всегда нужно искать мотив. Вы думаете, это нужно Дудинскому вот посадить, Соседова? Я еще раз говорю, думаете, он бесплатно это делает? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Это реальная компания, понимаете? Вот почему такую грязную пиар-компанию против меня развернули? Ну потому что я вскрыл тот нарыв, рассказав об этой премии, сделав расследование 25 декабря. Почему Крэзи Макс не делал вам этого расследования, а просто сказал, что да, премия фейковая? Потому что он тоже человек российского шоу-бизнеса. Ведь его начальник Хизри, он работает с крутым. Это тоже российский шоу-бизнес, ребят. При всем том, что у них творческий союз и столько прекрасных песен. Это же все одно понятие. Они все знают друг друга. Понимаете, в чем дело? И вот это мнение, когда я 25 декабря сделал расследование, когда я высказался, что премия фейковая, не боясь, что стали писать письма с угрозами, я даже читал вам письмо в прямом эфире, которое многие не поверили, сказали, ты сам написал, что там написано было, если продолжишь, будет грязный пиар. И его начали, когда я продолжил, понимаете? И потом все написали, да, это вот тебе же писали. Понимаете, в чем дело? Весь вопрос в том, что я тогда сказал, что мы молчанием дождемся, что начнут топить по полной. А что это делают? В преддверии концертов. Очерняют Димаша, портят его деловую репутацию в преддверии концертов. И в заключение я хочу сказать, ребят, деловая репутация артиста не менее важна, чем талант. Потому что если, вот, например, мы смотрим, и по ТВ взяли, показали какой-то скандал, связанный с артистом. Люди не идут. Люди не идут. Они теряют уважение к личности, к человеку. Понимаете? И если систематически потихонечку вот так подтачивать, начиная с Ютьюба, а вы думаете, они не могут по телевидению что-то сказать? То у людей меняется отношение. Понимаете, в чем дело? И тому примеров много, когда певцы из Казахстана в России плохо кончали. Я не говорю, не дай бог, чтобы этот космос не Маш. Не дай бог. Но я хочу сказать одно, что талант таланта. И когда пишут, что Димаш в космосе, его ничто из космоса, его ничто не затронет. Дай бог. Но я говорю, вот талант таланта, но уважение людей формирует вот такие вот личности. У нас в России, да, я знаю, что многие слушают соседов. Многие слушают, прислушиваются. Я более того хочу сказать. Сейчас многие скажут, что, а, так вот смотрите-ка, а соседов сказал там, действительно, как-то посредственно, как-то это, могут люди так начать говорить? Для чего это делать? Кто это делает? Я пытался расследовать. Я пытался выйти. Я пошел дальше. Что сделали? Начали угрозы мне, моей семье. Так сказать, там, оскорбления. Я все это снял. От всех. От всех. И в первую очередь я раскрыл личность и Крейзи Макса, и связи с Дудинским, и Дудинского, и премия Адажо. Все. Все в буквальном смысле. Для того, чтобы люди сказали, или СМИ подхватили и сказали, ну вы посмотрите, что творится-то. Что творится-то. А здесь политика не вмешательства. Давайте молчать. Я еще раз говорю, но мы домолчимся. Вот я бы сейчас и об этом мог промолчать. Что говорить об этом? Хорошая политика, я согласен. Она работает в определенных случаях. Но когда мы молчим, вот Соседов сказал, ну давайте промолчим сейчас. Ерунда какая-то. Ну что он? Палил грязью любовь уставших лебедей, исполнил Димаш на залпосредственным. Кроме Гуцрия у нас поэтов нет. Еще и по-крутому проехался. Ну что это? Ну бред, бред. Чушь. Но дальше они еще что-то сделают. Вы понимаете это или нет? Дальше они не канал будут использовать, а какую-нибудь радиостанцию. Потом телевидение. В преддверии концерта же в феврале. Они и делают это. Понимаете? Они делают все для того, чтобы... И когда я вот разоблачаю это все, и в комментариях хейтеры пишут, да это вот он, так сказать, не любит Димаша про меня, да это вот он, так сказать, делает все, чтобы навредить Димашу, мне кажется, вот эти люди, они сошли с ума. У них все перевернулось с головы. Вот так вот все перевернулось, понимаете? Потому что, мне кажется, вот за последний месяц, сколько я раскрыл схем для людей, показав им, что на самом деле представляет из себя канал. Вот сейчас, вы знаете, показали, а люди пишут, да это канал Дудинского. Не обращайте внимания. Чья это заслуга? Моя. Потому что я показал им, чей это канал Бриллинт Сингерс, с кем он аффилирован, что такое премия Дажо. Если бы вот я молчал и я не говорил, люди бы сейчас думали, что реально Димаш занял третье место. И некоторые блогеры там 5 секунд уделяли этому, что премия фейковая, в часовой трансляции, которую никто не смотрит. Которые смотрят только их там почитатели и, значит, исключительно люди, которые поклонники Димаша, такие прям, состоящие в фан-клубах и прям вот. Да, ну ручные блогеры. И, значит, люди бы вообще не знали ничего. Сейчас бы сказали, о, смотрите канал, неизвестный человек. Я вам все это вскрыл, и мне говорят, ты, ты сыт, против Димаша. Да я единственный из блогеров, единственный гражданин кадет, еще надо отметить, да? Вот он то же самое говорит. Единственный, кто провел реальное расследование этой премии, показав, что Димаш не занимал там никакого места. Кто такой Дудинский? Что он из себя представляет? Канал Бриллинт Сингерс, понимаете? И поэтому, безусловно, это удар. И я считаю, это заказ, натуральный заказ. И это не остановится они на этом, понимаете? Не остановится. Поэтому нужно изобличать это. Нужно об этом говорить. Потому что, когда мы показываем эти вещи, когда мы о них говорим, тогда мы их обесцениваем. Если мы их не замечаем, до определенной поры это работает. Но когда это уже выходит на... Извините, Соседов, да? Соседов. Я еще раз говорю на секундочку. Он критикует Пугачева в открытую. Пугачева его уважает. За его прямоту. Это есть в России определенный уровень Соседова. Есть. Соседов на определенном уровне. Хоть он и подзабыт, но он на определенном уровне есть. Поэтому взять и вот такое вот... Я еще раз говорю. Это уже делается на определенном уровне. Можно расследовать дальше. Но многие говорят, лучше молчать. Можно говорить дальше. И о том, что пишут в Википедии сам про себя. И о том, что Перская филармония восхваляет. И то, что им прислали какое-то письмо, а никаких документов нет. И просят сами сотрудники Перской филармонии предоставить. А они ничего не могут ответить. Можно много всего рассказать. И то, что группа Димаш Гифт, это ее администрация Сланаким, значит, как мне вот... Не то, что мне прислали анонимно. А в Инстаграме написали. Открыт аккаунт. Все. Что она призывала чуть ли не отрубать руки какой-то девушке, которую Димаша обняла на концерте Арнау в Астане. Понимаете? То есть вопрос в том, что... Потому что есть вот какой-то элемент ревности у девушки. Понимаете? То есть можно о многом сказать. Но говорят, молчите. Лучше не говори. Но думаю, буду молчать. День прошел. День прошел. Поэтому, конечно, это чудовищно. Это чудовищно. И самое главное, когда-то политика молчания. Жан Садель, и вот еще блогер, да, вот он перестал молчать. Сожалею. Сожалею, что так люди относятся. Сожалею, что вы не понимаете, что молчанием вы делаете только хуже. А Соседова я слушал иногда. Слушал и... Но вот с этой поры для меня его не существует. Абсолютно. Потому что эта песня, это просто... Это творение. Это творение. И он это знает. Он это знает. Но, к сожалению, в банке Югра все деньги сгорели. Подписывайтесь на канал, кому нравится, ребят. Подписывайтесь на фан-клуб Димаша Кутайбергена, мой, который я создал вместе с кадетом. Димаш Дерс. Это группа ВКонтакте. Всем пока. До встречи. Пишите ваши пожелания. Хотите ли вы слышать что-то там. Или не хотите. Или вы хотите жить в неведении, с заткнутыми ушами. Но главное... Все замечательно. Все хорошо. А это ерунда какая-то. Как собаки лают, караван идет. Ну, от соседов уже высказался. До чего мы будем ждать? До чего мы будем ждать и терпеть? Не знаю. Не знаю. Для чего дается такое? Политика такая. Такая, говорит, политика у семьи. Не говорить. Не обсуждать какие-то связанные с Димашем. Скандалы, еще что-то. И спускают, говорит, в фан-клубы такое. Мне написали. Ну, не знаю, правильно это или нет. Я не знаю, ребят. Но про соседов я молчать не могу. Великолепная песня. Замечательная песня. Это чушь собачья. Брецевый кобыл и Дудинский. И считаю, что за этим стоит не Дудинский. Далеко. Далеко. Это уж очень мелкая рыбка. Понимаете? Уж очень мелкая рыбка. Я думаю, что там совсем другая история. Иначе бы мне столько писем мне написали с угрозами. И столько. И такую грязь не устроили бы мне. Понимаете? Когда я начал копать глубже. Ведь я копать начал. У меня много информации, которую я не обнародовал. Но я начал намекать. И мне дали по шапке. Я имею ввиду информационную. Ладно, ребят. Долгий уже ролик. Подписывайтесь. Всем пока. До встречи.